Все мы приблизительно представляем физическую структуру работы процессора. Есть несколько вычислительных ядер, кэш, где он хранит копии часто используемых данных, различные контроллеры и шины для обмена информацией. Всю эту красоту можно рассмотреть даже без микроскопа, если аккуратно скальпировать кристалл. Но как вся эта кремниевая логика работает? Что такое процессорные инструкции? Как они связаны с потоками и процессами? Почему на самом деле софт плохо параллелится по ядрам, а гиперпоточность не ускоряет ваш компьютер вдвое? На связи МК, сегодня простым языком объясним логическое устройство процессоров и видеочипов. И начнем с логической базы, а именно с процессорных инструкций. Многие слышали такие названия, как SSE, AVX или даже MMX. Но что это такое? Если простым языком, набор инструкций. Просто список понятных процессору команд, которые сообщают, как ему лучше решить поставленную перед ним задачу. В середине 80-х самые крутые 386 процессоры Intel по уровню развития были где-то около первоклашки. Сложить 2 и 3 могли, а вот дроби уже со скрипом. Для этого компания разработала сопроцессор 80387SX, который как раз имел инструкции для работы с числами с плавающей запятой. Так и появилось первое расширение для набора команд X86, которое назвали X87. И разумеется, не нужно объяснять, насколько такие инструкции ускоряли любую работу. Но время шло, вычислительные аппетиты росли, и в конце 90-х, выпуская Pentium, Intel решила добавить в них поддержку векторных инструкций MMX. И даже вынесла это в название. Что такое вектор? В математике это следующий уровень над числами, а именно упорядоченная совокупность. Иными словами, одномерный массив данных. Сейчас очень много вычислительных задач работают именно с векторами, а не обычными числами. Например, это нужно в 3D-моделировании. Для смешивания видеопотока при работе с хромокеем и альфа-каналом. И даже просто при воспроизведении мультимедиа. Ну и, естественно, в играх. И именно решение таких задач можно было ускорить, использовав инструкции MMX. А сам принцип получил название SIMT. То есть одиночный поток команд, множественный поток данных. В дальнейшем появились более продвинутые и при этом простые для программистов инструкции, такие как SSE и AVX. Первые были логичным продолжением MMX, которые теперь подключали к работе сопроцессор и умели работать с числами с плавающей запятой. Инструкции AVX – дальнейшее развитие SSE, которое может работать с большим количеством данных за такт. Но общая цель векторных инструкций не изменилась. Такие дополнительные наборы команд могут нагружать специальные блоки в процессорах, что приводит к более быстрому решению поставленной задачи. И если бы нейминг продолжился с X87, то сейчас список инструкций заканчивался бы на X2080, а то и больше. Но зачем добавлять все новые и новые инструкции? Ведь те же свежие AVX 512 расходуют транзисторный бюджет и очень горячий, да и едва ли нужны обычным пользователям, которые редко занимаются задачами искусственного интеллекта, где прирост от них максимальный. Но если AVX 512 – будущее вычислительных задач, то вот прирост от обычного AVX можно увидеть буквально везде. Например, Blender, который используют аниматоры и игроделы, активно опирается на векторы, и народные гиперпни оказываются на 30% слабее аналогичных по ядрам и частотам Core i3. Именно потому, что в Pentium нет AVX инструкций, и это вынуждает программы использовать более медленные SSE. С инструкциями разобрались, пора подниматься на уровень выше, где уже находится операционная система. Она не может рулить зашитыми в кремне инструкциями напрямую, поэтому использует так называемые threads или потоки выполнения. Сам по себе поток – это минимальная вычислительная задача, которую система может послать процессору, а тот уже разложит ее на понятные ему инструкции. Эти потоки логичнее было бы назвать подпроцессами, но тут стоит благодарить Высоцкого. Нет, не того, а Виктора, американского математика и кибернетика, который ввел термин thread еще в 60-х. Однако для пользователя поток – это все еще недоступный уровень. Нам система дает рулить лишь привычными процессами, которые мы видим в диспетчере задач. Так в чем же разница между потоком и процессом? Процессы находятся на вершине пирамиды вычислений, и они могут включать в себя десятки и сотни потоков. При этом сами потоки внутри одного процесса могут использовать одинаковые ресурсы, например, память, тогда как более высокоуровневые процессы имеют разделенные ресурсы. Хорошая аналогия тут – заводская сборка, например, смартфона. Информация в мозгу китайца о том, как правильно закрутить винтик – это процессорная инструкция. Само закручивание – это уже поток выполнения. Ну а весь конвейер по сборке – это процесс. Именно поэтому система не дает нам напрямую рулить потоками, ведь если мы подложим китайцу другой болтик или вообще заберем его, весь процесс сборки будет нарушен и смартфоны выйдут бракованными. Но так как пользователь пока еще главный, он может полностью остановить сборку, убив процесс, что и позволяет сделать диспетчер задач. Хороший пример для понимания – любой браузер, например, хром. При его запуске он создает несколько внутренних процессов, а также отдельный процесс для каждой новой вкладки. Все их мы можем посмотреть во встроенном в него диспетчере задач. При этом можно убить любой процесс вкладки и браузер продолжит свою работу, не заметив потери бойца. Теперь откроем вкладку с ютюб и начнем смотреть ролики на канале Мой Компьютер, предварительно подписавшись. Процесс этой вкладки создает несколько потоков для воспроизведения видео, звука, отрисовки субтитров и так далее. И вот взаимодействовать с такими потоками система нам уже не дает. И это логично. Например, убив поток звука, видео станет немым. Завершив поток видео, ролик превратится в подкаст. И тут возникает логический вопрос. Раз в диспетчере задач мы видим сотни процессов и тысячи потоков, как с ними справляется процессор одновременно? А никак. Как и 70 лет назад, мы все еще на одном логическом ядре можем выполнять лишь один вычислительный поток за раз. Да, все эти тысячи потоков не работают одновременно. Но так как на их выполнение уходят мизерные доли миллисекунд, нам кажется, что весь запущенный софт работает в одно время. Но все еще количество потоков, которые генерирует система и софт, постоянно растут. Если Windows XP создавала лишь несколько сотен потоков, то вот десятка, уже пару тысяч. А ведь количество ядер так сильно не растет. До сих пор в ходу двухядерники. Получается, есть какие-то хитрости, которые позволяют быстрее обсчитывать данные. Да, и уже давно. Уже в 60-е инженеры понимали, что ограничение в один поток на ядро очень серьезное и нужно что-то с этим делать. Так появились суперскалярные процессоры, которые умели выполнять на одном ядре несколько инструкций одновременно. Никакой магии, просто в состав каждого ядра теперь включалось несколько одинаковых вычислительных блоков, что позволяло получить эдакую многоядерность внутри одного ядра. Что интересно, первый суперскалярный ЭВМ в СССР был Эльбрус. Да, прапрадед современных процессоров МЦСТ. Ну а в случае с x86 процессорами, первые были Intel с их Pentium. Алды помнят, насколько они были быстрее 486. Но на одном Ctrl-C, Ctrl-V далеко не уедешь, транзисторный бюджет не резиновый. Поэтому программисты придумали фокус, который назвали прогнозирование ветвлений. Идея тут в том, что множество потоков содержат инструкции вида «Если случилось то, делай то, иначе делай сё». По-хорошему нужно честно обсчитывать все входящие данные, чтобы понять, по какому пути идти. Но зачем, если можно сыграть в угадайку? Хотя на деле, конечно, всё сложнее. Схема прогнозирования ветвлений специально обучена так, чтобы предложить наиболее вероятный результат. Это не игра в напёрстке. Как итог, если прогноз оказывается верен, это экономит процессору драгоценные миллисекунды. Но если сванговать не получилось, процессору придётся сбрасывать конвейер и обсчитывать всё снова, что, разумеется, займёт больше времени. Поэтому модуль предсказания ветвлений постоянно развивает, чтобы максимально снизить число ошибок и тем самым ускорить работу процессора. Но всё ещё это не снимало главную проблему. Один поток на одно ядро. Решение этой задачи было придумано Intel в 2002 году, когда вышли процессоры Pentium с поддержкой одновременной многопоточности, или SMT. Сама компания назвала эту технологию маркетинговым словосочетанием hyper-trading или гиперпоточность. Красные называют это multitrading или мультипоточность, но смысл один и тот же. Как работает многопоточность? Вернёмся на конвейер, за которым работают люди. Если человек один, то он не будет успевать выкладывать на ленту продукцию без пропусков, то есть возможности конвейера будут простаивать. Но если подсадить к нему ещё одного, утилизация возможностей ленты будет куда выше. С ядром процессора всё то же самое. Пока один поток процессора премьера рендерит на блоке AVX инструкции в видео, никто не мешает второму потоку использовать блок SSI, например для расчёта времени рендеринга. Для этого в процессорах с SMT, начиная с Pentium 4, есть аппаратный модуль, который следит за тем, можно ли добавить к текущему потоку на процессоре ещё один. При этом он минимально расходует транзисторный бюджет, занимает силы 5% кристалла. Но эти 5% того стоят. Одно физическое ядро превращается сразу в два логических. Однако это не значит, что при включении многопоточности или гиперпоточности, процессор становится вдвое быстрее. На деле прирост куда скромнее, временами его вообще может не быть, или производительность может даже упасть. Например, если софт старый или плохо оптимизированный и может нагружать лишь несколько идущих подряд ядер, поэтому отключение SMT может увеличить производительность, так как в таком случае каждый поток такого ПО получит своё физическое ядро и не будет делить логические с другим. Ещё есть такое понятие как конфликт за ресурсы. Если программа предъявляет большие требования к кэшу или ОЗУ, то они становятся узким местом и серьёзно тормозят другой поток на этом же физическом ядре. Именно поэтому есть профит от разгона памяти, так как в таком случае обращение к ней будет происходить быстрее, что и ускорит вычисление потоков или хотя бы расширит это бутылочное горлышко. Например, благодаря большому кэшу L3 в сотню мегабайт, который является быстрым буфером между вычислительными блоками CPU и ОЗУ, Ryzen X3D в играх оказываются очень производительными. Да и Intel постоянно наращивает его объёмы в своих CPU. Ещё один интересный вопрос, почему гиперпоточность за 20 лет никак не изменилась. Даже современные x86 процессоры используют только два потока на одно ядро. Ведь на производстве за одним конвейером могут эффективно работать сотни китайцев. Почему бы по аналогии не сделать на одном физическом ядре, например, четыре логических? Это уже давно сделали. В серверных процессорах, таких как Xeon Phi или IBM Power 10, где вообще используется восьмипоточность на ядро. Только вот в настольных процессорах с достаточно коротким конвейером и слишком разнообразными задачами это скорее навредит производительности, так как потоки будут долго ждать своей очереди. В отличии от серверов, где нередко задачи всегда одинаковы и предсказуемы, что и позволяет их плотненько утрамбовать. Это легко проверить в бенчмарке CPU-Z. Так, если мы возьмём восьмиядерный восьмипоточный 9700K, то получим почти идеальное распараллеливание. Физические ядра друг другу не мешают, поэтому результат в многоядерном тесте оказывается почти в восемь раз быстрее, чем одноядерный. Но если мы возьмём 9900K, который имеет уже 16 потоков, то мы не увидим увеличения производительности в 16 раз, лишь только в 10. При серьёзных нагрузках два потока на одном ядре вынуждены драться за ресурсы, поэтому и прирост хоть и неплох, около 20%, но до теоретического двухкратного ему далеко. И именно поэтому делать трёх или четырёх поточность не имеет никакого смысла. Ну и последний важный вопрос, почему даже сейчас, когда существуют 32-поточные процессоры, всё ещё есть софт, который нагружает лишь одно-два ядра. Ведь даже если заглянуть внутрь процесса старой игрушки при помощи утилиты процесса Explorer, то можно увидеть десяток потоков. В чём проблема раскидать их по ядрам? Всё дело в принципе написания таких игр, которые создавались в эпоху одноядерных процессоров, поэтому они имеют один основной поток для одного единственного ядра. Да, разумеется, у таких игр есть дополнительные потоки, но в процессе Explorer хорошо видно, что они минимально нагружают процессор. Поэтому если система перенесёт их на другие ядра, это едва ли будет заметно даже по мониторингу. При этом основной поток будет долбиться в одно ядро. Поэтому такой софт распараллелить не получится никак, только переписывать. Для сравнения, современные игры, которые написаны с учётом многоядерности процессоров, могут иметь и пару десятков потоков со сравнимой нагрузкой на ядро, что и позволяет их отлично распараллелить. С процессорами разобрались, но ведь в компьютере есть ещё как минимум один мощный вычислитель. Видеокарта. Возьмём, например, топовую Radeon RX 7900 XTX. У неё 96 вычислительных блоков, каждый из которых может выполнять по 64 потока. Как итог, мы получаем аж 6144 потока. На три порядка больше, чем в лучших десктопных процессорах. Как такое возможно? Ведь в обычных CPU многопоточность останавливается на двух потоках на ядро, и даже в серверниках на восьми. Всё дело в подходе. Тогда как процессоры работают с множеством различных инструкций, с совершенно несвязанных потоков, GPU предназначены для выполнения одних и тех же потоков из одних и тех же процессов. Максимальная идентичность, что и позволяет превратить видеочип в полноценный аналог современной фабрики, где за одним конвейером может работать полсотни рабочих. С прошлым и настоящим разобрались, что нас ждёт впереди. В случае с видеокартами можно ожидать дальнейшего роста многопоточности благодаря оптимизации. Если линейка GeForce GT 9000 имела лишь восемь потоков на вычислительный блок, а GTX 448, то новейшая RTX 4090 предлагает уже 128 потоков на блок. С процессорами всё сложнее. Да, были слухи, что ещё Ryzen 5000 должны были получить поддержку четверной мультипоточности, но, увы, её нет даже в Ryzen 7000. И это ожидаемо. В процессорах каждый год появляются всё больше новых инструкций, поэтому их всё сложно заставить работать вместе на одном ядре. В обычных задачах даже двойная гиперпоточность едва ли даст лишние 20-30% производительности, что ставит крест на дальнейшем развитии этой технологии. С другой стороны, это не особо важно, пока можно обеспечить прирост производительности путём грубой силы, банальным увеличением числа ядер и частоты. Первое позволит работать с большим количеством потоков одновременно, а второе – делать это быстрее. К тому же Intel год назад показала новый путь, спихнув фоновые потоки на малые энергоэффективные ядра. Аналогично новые инструкции всё активно проникают в нашу жизнь. Уже хватает игр, которые требуют от CPU поддержки AVX, а новейшая AVX 512, например, ускоряет эмулятор PlayStation 3. Так что, хотя конец кремния всё ближе, о чём мы уже говорили, потенциал для дальнейшего развития всё ещё есть. Несмотря на то, что мы выбрали достаточно сложную тему, мы постарались её максимально упростить, чтобы вам было понятно. Надеюсь, у нас получилось. Если вам интересна физика работы, посмотрите один из предыдущих роликов. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, ещё увидимся. Пока.